В адрес Бендерского городского совета народных депутатов обратились представители Огородного товарищества «Инвалид» об ущемлении их прав и в связи с давним конфликтом членов организации с руководством общества инвалидов. Депутатская комиссия направила запрос в городскую прокуратуру. В ответе прокуратуры отмечено, что дело направлено Верховным судом ПМР на новое рассмотрение в Бендерский городской суд в ином составе. На сегодняшний день ваш вопрос непосредственно с конституционным представлением прокуратуры, то есть то, что она обнаружила при проверке, рассматривается в суде. То есть мы ждем тогда результата судебного разбирательства. Представители Огородного товарищества рассказали о нарушениях законов, которые, по их мнению, имели место за 12 лет его существования. Председатель общества инвалидов Валентина Шимарова, не имея на то законных оснований, стремилась подчинить СОТ-инвалид своей власти. Ранее прокуратура указала на недопустимость подобных действий и подала в суд иск в интересах СОТа. Суд длился пять лет и удовлетворил требования прокуратуры о невмешательстве Шимаровой в дела Огородного товарищества. Суд продолжался пять лет, закончился и ровно через 10 дней она подает в регистрационную палату фальшивые документы, на основании которых вот это вот наше утверждено и, как это говорится, закреплено, получается, документами ее вот эти неправильные действия. Сколько же это может продолжаться? А если этот суд тоже будет пять лет продолжаться? Уже было установлено и в суде, и разбиралась и в этом деле милиция, разбиралась прокуратура. Установлено, что председатель Бельгинского общества инвалидов Шимарова сфальсифицировала документы, а именно протоколы общих собраний, которых фактически не было. И на основании этих сфальсифицированных документов регистрационная палата нашу организацию, которая раньше называлась СОД-инвалид, переименовали в организацию, которая вообще совершенно с другим статусом. Было СОД, то есть там, где люди пользовались землей бессрочно, или там было срочно 99 лет, а она превратила в от Огородное товарищество там, где срок пользования всего 5 лет. Затем появляется спорный протокол о перерегистрации СОД-Огороднического товарищества в Огородническое. Меняется устав и статус. И вновь начинаются судебные тяжбы. По словам заявителей, проверка ОБЭП не выявила никаких нарушений. Депутатская комиссия решила дождаться решения очередного суда. Елена Цветкова, Наталья Иванова, Днестр ТВ.